О пьяной выходке Алексея Панина известно всему Рунету. В сети появилось видео, на котором подвыпивший актер гуляет по улице в женском нижнем белье и делает странные вещи на камеру. Позже Панин признался, что жалеет об этом поступке и не понимает, как частное видео попало в руки СМИ. Филипп Киркоров, еще один небожитель отечественной эстрады, давно считает себя полубогом, а остальных людей плебеями, персонал его личными слугами. И ведет себя соответствующе. Помните его скандал с оскорблениями журналистки? Потом он избил режиссера церемонии «Золотой граммофон» Марину Яблокову. После этого ему пришлось даже пройти психиатрическую экспертизу в Израиле. Михаил Ефремов, талантливый российский актер, начал выпивать еще подростком. Многолетнее пагубное пристрастие закончилось для него трагично. Ефремов сел пьяный за руль и стал виновником ДТП, в котором погиб человек. За это Михаил Ефремов отбывает наказание. Он получил 8 лет лишения свободы. Лолита Милявская никогда не стеснялась своего тела, с готовностью демонстрировала прекрасные вокальные данные всем окружающим. В 2014 году все СМИ гремели о концерте, который устроила певица возле входа в метро. Лолита была в нетрезвом состоянии и танцевала в очень коротком платье, привлекая внимание всех окружающих. Пришлось даже вызвать полицию, чтобы прекратить это выступление. А сама звезда не дала никаких комментариев по поводу такого концерта. В ноябре 2021 года Дима Билан вновь расстроил своих поклонников. Видео с его неадекватным выступлением на свадьбе в Казахстане не видел только ленивый. Певец на сцене вел себя странно, шатался и не попадал в ноты. Подобный пьяный концерт в жизни певца, к сожалению, не первый. В сентябре 2019 года на дне города в Самаре Дима вышел на сцену также в неадекватном состоянии. Музыкант не стал скрывать причину своего неподобающего состояния и честно рассказал в соцсетях, что был нетрезв, мол устал от бесконечной работы. А еще больше всего интересного из мира кино и знаменитостей вы найдете, подписавшись на канал. А за лайк и репост отдельное спасибо.